всем привет с вами про технологии и в этом ролике мы подробно разберем конструкцию промышленного робота на примере роботосварщика от компании shanghai step electric corporation s6 1440h но начнем с расшифровки названия модели это поможет лучше ориентироваться в ассортименте при выборе нужной модели оборудования буквы с и означают наименование модельного ряда в данном случае сварочный робот цифра 6 максимальная грузоподъемность 6 килограмм 1440 максимальный радиус рабочей зоны наконец индекс h означает что в модели прокладка шланг пакетов осуществляется внутри конструкции робота это добавляет удобство работы в ограниченном пространстве а также является дополнительной защитой от случайных повреждений перейдем к обзору самого робота манипулятора данная модель состоит из шести осей по нумерации снизу вверх то есть это первая вторая третья четвертая пятая и шестая ось который присоединяется непосредственно сам рабочий орган в данном варианте сварочная горелка в движение конструкцию манипулятора приводят сервоз системы собственного производства компании степ электрик соответствующей мощностью для каждой оси циклоидальные редуктора на первых четырех осях и ременная передача осуществляет вращение пятой и шестой оси под первой осью находится так называемая база робота на ней располагаются провода энкодеров провода питания интерфейс подачи проволоки плюсовой провод от сварочного аппарата и шланг подачи газа углекислота аргон или смесь на четвертой оси находится подающий механизм сварочной проволоки который равномерно протягивает ее с помощью двух подающих и двух прижимных роликов робот самостоятельно протягивает проволоку и регулирует скорость подачи к сварочному месту переходим к осмотру сварочного оборудования она состоит из основных узлов сварочного источника системы подачи проволоки и сварочной горелки в стандартной комплектации компания про технологии предлагает сварочные источники от проверенного поставщика компании аутай 350 и 500 ампер они отличаются высокой надежностью а также соотношением цена-качество однако по желанию заказчика оборудование может быть оснащено источниками и других производителей система подачи проволоки позволяет использовать проволоку диаметром до 1,6 миллиметра прокладка шлангов и проводов спроектирована специально под конструктив робота это предотвращает повышенный износ трасс но при этом не ограничивает подвижность всех шести степеней свободы горелка установлена на последней шестой оси робота и оснащена датчиком столкновения он предназначен для того чтобы максимально обезопасить ее от повреждений в случае возникновения внештатной ситуации к примеру в случае касания горелки изделия робот останавливается и на дисплее высвечивается ошибка конструкция сварочной горелки достаточно проста она состоит из сопла наконечника держателя наконечника керамического диффузора керамического изолятора и водяной рубашки для охлаждения а для того чтобы вся эта неподвижная конструкция стала высокотехнологичной машиной и приступила к выполнению поставленных задач ее нужно подключить к контроллеру в который поступают команды с пульта оператора таким образом мозговым центром роботизированного комплекса является контроллер управления он оснащен программным обеспечением что позволяет роботу работать в рамках заданных операций через контроллер наладчик задает параметры сварки а контроллер руководствуясь поступающими данными с датчиков их поддерживает пульт обучения робота имеет 8-дюймовый цветной жк дисплей высокой четкости конструкция пульта сделана из высокопрочного пластика с эргономичным дизайном рабочий интерфейс интуитивно понятен а все доступные операции обозначены с помощью соответствующих значков дополнительно пульт оснащен кнопкой безопасности на обратной стороне это сделано для того чтобы во время наладки в ручном режиме система останавливалась случае если оператор по каким-либо причинам не контролирует перемещение робота компания про технологии занимается поставкой и сервисным обслуживанием промышленных роботов манипуляторов более подробная информация представлена на нашем сайте в разделе роботы в разделе роботы в разделе робота